Добрый день, друзья! Приветствуем вас в Анапе. Сегодня у нас 26.05.2018 год и мы едем на рыбалку. Погодное видео сегодня снимем как раз таки с рыбалки. Мы находимся в бухте Марина. Если вдруг вам захочется тоже побывать, покататься на яхте, дайвинг, на рыбалку сходить, обращайтесь к Светлане. Номер ее под каждым видео имеется. Она вам устроит эту прям незабываемую прогулочку. Покажи, Светлана, кто с нами едет. У нас немного людей сегодня будет путешествовать. Как зовут нашего капитана? Меня Виталий. Привет, огромнейший. Пока поверни на меня. Ну и покажи сейчас. Будем выдвигаться уже из бухты. Верни, я расскажу. Сегодня с утра мы чуть немножечко не хайпанули. Когда выезжали из дома, Витязева, на пятерочке нас остановили, получается, как бы, ДПСники. ДПСники. И хотели мне сделать, как когда-то, вдохнуть. Я говорю, друзья, я столько лет уже не пью, мне просто смешно. Ну, я буду все на YouTube снимать. В общем, не захотели. Как бы, хайпа для себя. Так я думал, хайпанем с эфирчиком немножко. Мне стало обидно просто. Говорит, от тебя перегарит. Вот хоть еще, то есть не объяснили ничего, куда повели. Зачем? Говорит, от него 0,1 промилля. Я реально был в шоке. То есть, как бы, говорил, что все нормально, отлично. Ну, не стали дуть, ничего, все отпустили нормально, вроде увидели, что трезвый человек. Я на рыбалку, в горе и поехал бы еще из Орлева выпить. Это просто, знаете, дорушить все правила. Все, у нас хорошее сегодня настроение будет. Показываем, покидаем. Вот, кстати, стоят яхты Ассоль, Корсар. Да-да-да, сейчас задует ветер, но мы с ветром защитой. Вот эта яхта, вот у нас, на ней можно жарить даже шашлыки, если ее снять в аренду. Ой, не яхта, это как, ну, корабль же целый, можно его назвать. Там есть каюты, туалеты, все, что угодно. И мы покидаем Анапскую бухту. Светлан, достань, пожалуйста, градусник, узнать, сколько температура воздуха. Градусник. Ух, задул ветер. Сейчас мы замерим температуру воды. И Анапа, пока-пока. О, Света, капитан. Все, поехали. Огонь, как быстро все происходит. Руль отобрали. Все, прямо едь. Давай, капитан, вези нас в море. Где рыбные места, давай ищи, чтобы мы нормально половили. Огонь. Не обращайте внимания, что у нас жилеты с другими надписями. Вот, еще один капитан. Вперед смотрящий, кто там, дельфины есть? Отлично. Потихонечку. Я думаю, будет очень интересно сегодня посмотреть на это. Мы в дальнейшем, я надеюсь, полетаем на квадрике. Вещина в шляпе, порулить тоже. Фотографии снимаю. Вот у нас теперь молодой капитан. Можно всегда отдать, как бразды правления. Какой серьезный у нас капитан. По машинам ручкой ходил, вот так, привет, сказали, как там. О, отлично. Просто огонь. И тут кто-то рассказывал, рассказывал о том, как эксплуатировались они. Изербаш, вижу название. Другое какое-то, без подписи. Здесь даже что-то, форт грузовой, вот часть. Вообще, просто шикарнейшие моменты. Здесь, вот в этом райончике, я сейчас покажу, где-то вон там происходит подружение на основной маршрут по дайвингу. Это если вас вдруг дайвинг заинтересует. Температура воздуха в море. Я покажу. А будет видео, не переживайте, вам будет достаточно. 25,5. Температура воздуха. Немножечко походим тоже. Улыбайся только. Потому что люди подумают, тебе первый раз дали роли, а ты несчастлив. Душу бы продали за такие мгновения. Он ответственно подходит и сделает. О, можно пока без музыки? Буквально 3 минуты, я допишусь и потом, чтобы нас не заманяли. Тут даже музыка есть, оказывается. Там катамаранчики. Мы видим, у нас конкуренты уже есть на рыбалке. Надо быстрее, они все рыбы без нас выловят. И нам не достанется ничего. Но мы надеемся, что все будет хорошо. И нам повезет сегодня и с рыбалочкой. И она удастся. А как она называется трое? Трое. У нас катамаран трое. То есть, вот видели, какой здесь хороший капитан. Будете идти на рыбалочку, просите именно этот катамаранчик. Вид на бухту. Красота. Ну, поближе посмотрим. Можно еще чуть-чуть потише? Еще чуть-чуть потише. Да-да-да. Тут обещают у нас в ближайшие дни вообще штормы. И что у нас как бы выкинет тину как раз таки на берег, от которого очень сильно пищали и переживали. Смотрите, сколько там лодочки, лодочки, лодочки. Видно на горизонте их. Они все приехали на рыбалочку. Мы сейчас будем становиться, наверное, в самом рыбном месте. В Анапской как раз таки бухте. И должно быть все хорошо. Удочки, забыли? Забыли. Серьезно? Вообще печалька. Мысли, притягивай. Она будет вытрыгивать прямо в ведро. А где ведро? Вот поплавок, видите, большой такой. Шикарный, чтобы сразу ловить. Только он утонет, значит клюет. Кит, кит, сто процентов. Нормально, он правильно делает. Так. Покажу вам моторы, которые нас везут. 24 градуса. Это в тени под тентом на ветру в море. То есть вот такая температура. Давай, давай, я отойду, не переживай. Так, я думаю, надо разуваться. В шлепанцах не очень удобно. Ох, все. И вот морская гладь зовет нас вперед. Мне интересно, сколько температура на воздухе будет. Вот именно на солнышке надо как-то. И замерить бы ее. Вообще красотища. Вы представляете, вот стоите под вами, вот гладь морская. Простевается вот так под ногами. Ух, круто. Не знаю, сколько здесь метров глубины. Мы погружались где-то в районе вон тех быков на дайвинге. Первый раз, когда с ребятами ходили. Получается, там было 9 метров. Здесь, наверное, еще больше глубина. Но мы видим, что место рыбное действительно, потому что как раз таки именно здесь и стоит гораздо больше вот этих вот, как их называют, лодок, яхт. Еще один зелененький котамаранчик. Вот вижу, сейчас я вам покажу. Красотища. И меня просили показать как можно больше именно Анапу со стороны моря. Запоминайте, друзья, как она выглядит. Бывший Женик, это он называется. Вот это золотая бухта, такие знаковые сооружения. Вот там здание, которое горело. Вот это вот с краном. Сейчас его продолжать строить. Прям возле здания городского суда в Анапе находится. Такая красотища. Виды, конечно, просто захватывают. Сейчас уже, я думаю, будет остановочка. Мы замеряем температуру воды. И закончим нашу погоду. Видео на сегодня. С него будем тоже кусочки нарезать, как мы выплывали. Резко немножечко мотну. Видите, катамаран гораздо удобнее, допустим, я считаю, для ловли рыбы, чем вот яхты. Потому что на яхтах, ну, видите, там несколько человек уже, все, мест нет. Здесь можно из любой дырки, как бы, закидывать, ловить. Да-да-да-да. Да, кстати, вот это тоже, кстати, мне подсказали, что наличие навеса, это очень важно. Потому что жарит очень солнышко. И когда есть возможность у вас спрятаться под этим навесом, это очень-очень-очень. Силой мысли же сказали, сейчас почувствую. Так, якоримся. Сейчас, если клюнет сразу на якорь, то тут 100% есть. Да, пошло. То есть, если у вас есть желание, вы можете искупаться. Если нет желания, можете не купаться, просто ловить рыбу. Можете взять с собой. Ну, не советую, конечно. Ну, кто любит рыбалку с горячительными напитками, тоже. То есть, это возможно. Главное, ведите себя культурно. Да, подняться? Есть, есть, сзади. Вот, видите, здесь есть круг вам скинут, допустим, откидной трап. Если что, вы сможете спокойно туда нырнуть. Ну, давайте узнаем температуру воды сегодня. Какая она? Тут можно пониже сесть. Я сейчас даже на ногу. О, яхта поплавала пока. Можете понаслаждаться шумом ветра моря. В открытом, сказать, в море. Вы видите, покинули бухту. Я немножечко замолкаю. Три минутки замеряем температуру. И Юра сейчас решит тоже, будет он сегодня купаться или нет. О, яхта поплавал. О, яхта поплавала. Итак. Какой он? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...